Радио Болтком Авторская программа Константина Рангса, журналиста, пишущего о науке ученого, морского геолога, который с нами сейчас как раз на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Константин. Здравствуйте. Мы обычно всегда начинаем разговор с погоды, о том, какая погода ожидается на самое ближайшее время. Ну, пусть сегодняшний тоже вот эфир у нас не будет исключением. Мы видели, что вот эта холода, черемухинские, вот которых мы говорили в прошлый проект, действительно пришли, и такое значительное понижение температуры, и вчера был такой достаточно прохладный день. И позавчера, что, как будет складываться вот этот температурный режим в ближайшие вот несколько суток, ну, суток, неделю? Ну, надо сказать, что сейчас уходит на северо-восток, уходит циклон, который, как раз вращаясь против часовой стрелки, уходя, засасывает теплый воздух с южной части Европы. Ну, надо сказать, что сейчас это движение теплого воздуха весьма заметное. Например, в ближайшее время уже температура поднимается, например, в Хорватии до 30 градусов. И вот так идет вот запад Украины захватывает, запад Белоруссии. В общем, собственно говоря, поток теплого воздуха движется. Но тут есть нюанс. Циклон может еще дальше сместиться, и тогда начнет уже идти воздух, изменится направление ветра. И, в общем-то, погодка у нас в ближайшее время может быть такая переменчивая. Возможно, дожди. Возможно, дожди в ближайшие сутки-двое. Ну, а потом будет вот такое колебание. Дело все в том, что с запада движется очень мощный антициклон. И вот этот антициклон, который, как мы знаем, вращается по часовой стрелке, он может подхватить потоки воздуха, и у нас температура может снижаться, снижаться ночью. Но это, конечно, не заморозки. Просто она будет ниже, чем днем. А днем где-то вот обещают по разным моделям 15-17 градусов плюс. Но это в большой степени зависит от того, сколько будет солнечно. Так что, в принципе, нас ждет достаточно такая... Нельзя сказать, что будет сплошная жара. Но вместе с тем и холодов каких-то, и таких грозовых ударов тоже как бы в ближайшую неделю, до следующей пятницы пока что не ожидается. Мы, кстати, вот когда говорили с организаторами Рижского марафона, как раз тоже вот сошлись на том, что сейчас, пожалуй, оптимальная погода для марафона, если не будет дождик, или он будет совсем такой легкий, накрапывающий, и не будет яркого солнца, то есть бегунам будет как раз более комфортно бежать, и температура как раз комфортная для бега, она не слишком холодная, и в то же время нет жары, когда, я помню, на марафонах были вынуждены просто обливаться водой, там расставлять бутылки с водой по ходу бега, потому что, ну, действительно, людям было очень тяжело. Это было такое физическое испытание. Ну да, в этом смысле надо сказать, что сейчас огромная проблема в Индии и в Пакистане, где вот мы уже говорили, что там были волны жары, эти волны жары продолжаются, самое страшное, что это совпадает с высокой влажностью. И есть такое понятие влажный термометр. Это когда, вот представьте себе обыкновенный градусник, и вы этому градуснику, вот там, где у него либо ртутный шарик, либо спиртовой, обмотаете его тряпочкой. Он, этот вот ртутный влажный термометр, зависит от влажности, относительной влажности. Дело все в том, что, условно говоря, вот как в паровой бане, да, там стопроцентная влажность, вот там температура влажного термометра. А в сухой бане там и температура сухого термометра. Так вот эти две температуры по-разному действуют, разумеется, на человеческий организм. Если у вас температура 35 градусов влажного термометра, это означает, что влажность стопроцентная, и пот человеческого тела не испаряется, а, следовательно, человеческое тело не остывает. И вот это страшные, конечно, слова, но несколько часов пребывания в такой вот атмосфере, около шести часов, и человеческий организм отказывает. Все, полностью. То есть это смерть. Вот. И вместе с тем 35 градусов в так называемой сухой обстановке, где человек может спокойно потеть. Это, в общем-то, нормально. Днем, днем. Ночью человеку просто необходимо, чтобы было снижение температуры. И вот это очень важное и опасное явление, которое сейчас наблюдается в Индии. Провышается влажность вместе с тем, что растет ночная температура, и сейчас уже вот власти говорят о том, что будут предприняты все возможные меры, но чтобы каким-то образом давать возможность людям хотя бы ночью немножко, так скажем, пережить вот эту вот, вот эту же страшную жару. Но учтите, что Индия – это страна с населением в 1 миллиард 400 миллионов человек. И сейчас количество людей, которые страдают от жары, превышает количество населения всего Европейского Союза. Просто кошмар. Это очень тяжелая проблема. Ну, а если говорить, вот мы в прошлый раз затронули тему, но тогда вроде бы еще не было прогнозов на лето. Появилась ли информация о том, каким может ожидаться все-таки нынешнее лето, просто чтобы быть спокойными и знать, к чему готовиться? Ну, вообще, на данный момент я видел обзор трех весьма серьезных прогнозов математических на основании многолетних моделей. Это прогноз европейский, так называемого среднесрочный европейский прогноз. Прогноз британской модели. Британцев все свое, как говорится. Вот у них есть своя модель. И третий прогноз – это прогноз американский, американской администрации по исследованию океана и атмосферы. Ну, вот, надо сказать, что это три прогноза. И если их сравнить, то можно увидеть и разночтение, и что-то такое общее. Ну, такой самый, знаете, такой интересный прогноз у англичан. По английскому прогнозу, если не считать северной части Скандинавии, практически повсеместно в этом году будет тепло. Теплее летом, чем обычно. Примерно, вот, допустим, в наших широтах это где-то от 0,5 до 1 градуса. Ну, это средняя температура, знаете, это на самом-то деле означает, что будет очень хорошо в нашем понимании северной. Ну, вот, кроме этого, естественно, там, согласно этому прогнозу, у нас будет суховато, но не слишком. То есть, вот, как бы, такое, знаете, такое идеальное лето. Опять-таки, в нашем понимании идеальное лето. Но, однако, все-таки будут отдельные участки, где будет повышение средней температуры от 1 до 2 градусов, что это уже солидно. Это, к примеру, Молдова, это Венгрия, это северная часть Италии, юг Франции. И что абсолютно, в чем они абсолютно уверены, в том, что будет жара в Испании. Вот это точно. Вот с их точки зрения, с британской. По сути дела, я хочу сказать, что это такой, знаете, прогноз, ну, типа, везде будет ничего вот так-чак, но вот в этих местах будет не очень хорошо, да? Если сравнивать американский прогноз, американский прогноз, то там, получается, какая-нибудь интересная вещь. Вроде бы в Польше, вот почему именно в Польше, и над Балтикой, вот, в общем-то, какого-то изменения средних температур не ожидается. Ни в ту, ни в другую сторону. Вот можно сказать, какое-то такое, знаете, место любопытное. На юге Франции, там, где Пиреней, Гасконь, там тоже, значит, вроде бы ничего от многолетних наблюдений не будет наблюдаться. Вроде бы и в Турции то же самое, как все, как всегда. И что интересно еще, что, например, отдельные части Севера Европы, но это только отдельные части, потому что в других местах, в других местах будут как раз отмечаться повышение температуры. Ну, в частности, повышение температуры ожидаются, с одной стороны, и части Испании, но не повсеместно, Греции, такие, знаете, пятна, пятнами такими. Ну, вот, допустим, Балканы, да, тоже. Но еще самое интересное, на Кольском полуострове. Вот это, я думаю, очень удивятся жители Кольского полуострова, потому что по американскому расчету там должно быть лето экстремально теплое. Это не означает, что оно будет, как в Испании, но оно будет теплее. Может, комаров будет больше вследствие этого, трудно сказать, но вот такой расчет. Мы же попадаем по американскому расчету, но в такую зону такого возможного потепления, потому что граница проходит очень близко от нас. С Эстонией и дальше Ленинградской области, где вроде ничего такого особенного быть не должно. Ну и, наконец, как бы самый такой европейский, наша математическая модель, средняя, так называемая, среднесрочная. Согласно этой модели, получается любопытная вещь. Повышение температуры в Латвии ожидается вот как раз в пределах полградуса, один градус. Это достаточно заметно. Но уже в Эстонии будет от нуля до полградуса. То есть, как бы, Эстония будет попрохладнее, мы будем потеплее, но не катастрофически. Но потеплее будет. Это, как бы, нам обещают. Если так брать на север, дальше, Финляндия, как бы, в стандартах своих должна остаться, но у нее будет участки, где, наоборот, лето будет холоднее обычно. Даже так. Такая вот картина, да? Но в чем европейский прогноз более жесткий и серьезный, и пугающий, так это в температурах в южной части Европы. В южной части Европы вот это повышение 1-2 градуса, а это фактически огромная зона, которая охватывает всю Украину, юг России, Закавказье, центральную часть Турции, все Балканы и большую часть Греции. И дальше идет Венгрия, разумеется. Идет север Италии вплоть до широты Рима. Вот это что интересно. Север Италии более жаркий ожидается, чем юг. Дальше это идет юг Франции. И, что примечательно, практически весь Иберийский полуостров, то есть и Испания, и Португалия, в зоне экстремально высоких температур. Вывод, который делают специалисты, сравнивая три вот этих модели, которые сделаны, условно говоря, разными специалистами, разными интерпретациями, в общем-то такой, что именно это лето в юге Европы будет очень жарким и сухим. То есть жарче и суше, чем обычно. И вот это мы должны учитывать, потому что, по большому счету, это, конечно, может привести, первое, к пожарам. И, кстати, надо сказать, мы должны подумать, что это может привести к пожарам у нас. Потому что, если у нас будет жаркое, сухое лето, то вероятность возгорания у нас будет тоже высокая. Вот это мы должны учитывать. Второе, конечно, такое засушливое лето для Европы совсем нехорошо в плане выращивания всевозможных культур. Ну, это надо, как говорится, тоже учитывать. Ну, и еще, о чем идет речь, это, конечно, об опасности высоких температур для здоровья. Ведь надо прямо признать, население Европы, это население уже достаточно пожилое. А как известно, что именно пожилые люди, люди, страдающие хроническими заболеваниями, сердце, диабет, другие эндокринологические заболевания, заболевания почек, а это в массовом масштабе, вот эти люди со всеми такими болячками, они очень плохо себя чувствуют в условиях жары. А тут ожидается экстремальная жара. И вот поэтому как раз и уже идет разговор о том, что люди должны будут этим летом внимательно следить за прогнозами погоды и стараться планировать свой отпуск в максимально комфортных для себя условиях. Вполне возможно, что даже для жителей, например, той же самой Испании, Италии, Юга Европы будет, например, может так статься, у меня есть большие шансы, что будет как бы лучше поехать на север Европы. Чтобы на севере Европы так скажем, остыть от такой жары, которая будет у них на роде. То есть мы как раз можем наоборот принимать гостей из Испании, из Португалии, хотя вот всегда наоборот происходило, что... В климатическом смысле. Вот, по-моему, это был 2004 год или 2003. Было очень жаркое лето и в Европе, и даже в той же самой Финляндии. Я помню, как мы с коллегами сидели, отдуваясь прохладительными напитками на набережной в центре Хельсинки и разговорились с приехавшими из Германии туристами, которые тоже заказали себе пиво, там, всяких лимонадов, то, что сидели и на наши слова о том, что какая жара, а было где-то 28 вечера уже, но где-то 28 было. Вот, немцы сказали, что мы вообще ничего не понимаем про жару, потому что жара у них хорошо за 35-36-37 градусов, вот такие температуры, и они говорили, что он говорит, либо сидеть внутри комфортабельного судна, вот по Балтике идти хорошо, не так жарко, вот можно и загорать, и не перегреть, как говорится, не задыхаться от этой жары. Ну и у нас тоже, потому что в Финляндии у вас тут замечательно, совершенно невысокие и сравнительно температуры, прямо отдыхаем душой. Так что, и для нас-то может казаться, что жарковато, но те, кто приедет из зоны, где за 35 температура и ночью больше 20 с лишним, 25 градусов, для них наша погода будет казаться вполне замечательной. Такой как раз тепленькой, но не жаркой. Но тем не менее, вот сформулировано три самых главных опасности жары. Это пожароопасность, которая у нас, учитывая наши условия, то, что хвойные деревья и выделяющие смолу и горючие всевозможные вещества, они очень легко могут воспламениться, и дальше пожар может действительно идти даже не низом, а верхом, что особенно в наших, ну, в климатических условиях опасно. Это сельское хозяйство, это, опять-таки, не урожаи, которые грозят вот проблемами голода, и вот здоровье, действительно, то, что очень вредит для здоровья. То есть, вот видим три такие большие области, ну, три опасности, которые может принести ближайшее лето. Я напомню, телефоны в нашей студии 67212-9399, 67213-9399, кто-то дозванивался, вот пока затем не дождавшись повесил трубку, можно перезвонить или присылать нам на WhatsApp ваши комментарии, мысли 2306191. Здравствуйте, добрый день, доброе утро. Да, добрый день. А вот сейчас мы изучаем только где жарко становится, а мы не изучаем там, где будут такие же самые глобальные похолодания. Я так понимаю, все взаимосвязано. Спасибо. Ну, вот да. Например, с глобальными похолоданиями, тут дело такое, глобального похолодания нет. Есть региональные зоны, где происходят сильные глубокие провалы по температурам, такое действительно наблюдается, и на климатических и температурных картах, которые идут за проходящими месяцами, там действительно есть, отмечаются зоны, вот, например, мы как раз говорили на прошлой неделе, что над Канадой была зона с весьма прохладным воздухом, причем эта зона продолжалась, доходила до северных штатов США, а буквально через несколько, пару, тройку сотен километров начиналась другая зона, зона повышенной, кстати, сейчас надо сказать, что творится в той же самой Калифорнии, в юго-западных штатах, пожары, посмотреть можно на репортаже ABC, NBC, CNN, Fox News, там все показывают про то, как горит недвижка, то есть, вот именно сначала начало, о чем я хочу сказать, начался пожар в хвойных лесах, на склонах гор, ветер, сильный ветер, как раз связанный с тем, что есть перепад температур, перепад температур, перепад плотности воздуха, он начинает перетекать, то есть, это ветер образуется, вот этот сильный ветер, он привел к тому, что несущийся по верхушкам деревьев хвойных пожар, это пламя, оно перекинулось на недвижку, это, извините меня, не бидонвили какие-нибудь горят, это горят особняки по 3-4 сотни квадратных метров площади, потрясающие совершенно кадры, снятые с дронов сверху, когда видны вот эти шикарные дома, внутри которых уже все выгорает, со всей этой дорогой мебелью, прочими вещами, и пламя идет дальше, потому что раздувается, прямо как, знаете, из-под дувала идет поток воздуха, огонь не просто вверх, огонь идет где-то так, вот вырывается под углом 45 градусов, потому что такой мощный сильный ветер, и все сгорает устремительно, люди только успевают схватить что есть и как можно быстрее уходить, вот это как раз пример того, что здесь похолодало, а здесь, как говорится, здесь потеплело, и происходит вот это мощный, а какие торнадо сейчас над Соединенными Штатами были на прошлой неделе, посмотреть тоже можно видео, жуткое зрелище, так что я хочу сказать, что да, вот эти места похолодания локальные, но очень мощные, они тоже присутствуют, и как говорят специалисты, что это побочный продукт вот этого самого глобального потепления, которое на самом деле просто в том числе и глобальная разрегулировка всех как бы привычных для нас систем. можно так сказать образно, природа сходит с ума. Ну то есть получается вместо какой-то средней действительно температуры по больнице происходят перепады в разных регионах, где-то экстремально становится жарко, где-то экстремально холодно. Да, вот например по апрелю месяцу сообщается, что температура апреля, начало мая, температура над восточной Европой и частью Западной Сибири, она была аномально низкая. То есть вроде солнца было, но вообще на потоке воздуха сложились таким образом, что здесь было, как говорится, холодновато. А вот с другой стороны, возьмем то же самое многострадальное Идию с Пакистаном, а у них пекло. И это пекло вообще тоже ненормально, потому что в это время года у них не должно быть такой жары. она как минимум на 10-12 градусов должна быть температура ниже. Понимаете, вот это как раз. А, да, кстати, с другой стороны надо сказать, что в той же Сибири сейчас есть города, где выпадает снег, снежные заносы. Две недели назад на Сахалине были мощные снежные, знаете, не пара сантиметров выпало, а очень хорошо под метр. То есть вот такие вот столкновения, такие вот эксцессы погодные, они как раз то, о чем мы предупреждали еще где-то 10 лет тому назад, что мы все к этому идем. То есть нельзя сказать, что вот когда говорят о том, что будет жаркое лето, сухое, это не исключает того, что какое-то время может прийти шквалы, грозы, могут быть смерчи, если прорвется, например, масса холодного воздуха. Тогда происходит вот это плюс-минус, как раз на этом перепаде мы получим много чего интересного. Ну, конечно, это лучше смотреть на экранах телевизора. Ну да, всевозможные смерчи и торнадо, действительно мы пока слава богу тьфу-тьфу-тьфу с ними знакомы больше по фильмам катастроф голливудских, но тем не менее не очень-то и хотелось бы близкое знакомство действительно получить. Олег, не нужно смотреть, вот если сейчас набрать торнадо, да, США, вот в поисковике того же Ютуба, и можно увидеть записи, которые раньше бы мы сочли, что это спецэффекты Голливуда. А сейчас это реальность, то, что происходит вот сейчас в Соединенных Штатах. Знаете, вот оно, что, вот эта мрачная фантазия становится реальностью, как и вот эти вот пожары. И опять-таки, вот допустим, пожары, которые полторы недели назад в Красноярском крае были, сильнейшие пожары, они тоже были сильнейшие, потому что был экстремально сильный ветер. А экстремальный сильный ветер опять-таки был потому, что были совершенно столкновения холодных и перегретых воздушных масс. И уже тогда, знаете, когда дует, вот как бы попробуйте раздувать очаг, мы же стараемся его раздувать, огромный поток свежего кислорода, все горит замечательнейшим образом, даже то, что вроде бы гореть не должно. Любопытно ведь получается, что короткая, может быть, человеческая память, она сохраняет в основном, ну вот какие-то, может быть, периоды относительного благополучия и какого-то, ну, обычного, привычного для нас смены времен, ну, времен года, когда зимой выпадает снег, холодно, летом, ну, жарко, ну, как бы не очень, ну, вот нормальная температура. А, в принципе, если копнуть глубже, я не знаю, в хронике, опять-таки, в историю метеонаблюдений, ну, которая там насчитывает, может быть, ну, несколько сотен лет, но тем не менее, вот с хрониками, то там можно ведь найти тоже какие-то достаточно сложные периоды, и, то есть, понятно, что это не может быть вызвано, ну, не всегда вызвано воздействием человека на природу, это, в принципе, какие-то такие вот, ну, тоже циклы, которые проходят, проходят с какой-то регулярностью. Ну, тут, видите, тут весь вопрос, как человек, действительно, вся история, даже, вот, вот китайские хроники, это, считайте, три тысячи лет этим хроникам, да, вот, они описывают всевозможные катаклизмы, которые, наводнения, паводки, землетрясения, да, то, что человек фактически не в состоянии контролировать, да и тогда и не мог этого делать, даже, вот, но, тем не менее, понимаете, какая интересная вещь, в наше время сейчас очень стало популярно критиковать религиозность, типа, потому что все ерунда, типа, вот, надо только базироваться на данных науки, но дело все в том, что если бы наша наука бы позволяла бы нам все предсказывать, и мы бы действительно могли знать, что на самом деле происходит, но беда в том, что территория как бы неопределенности совершенно катастрофически огромная, мы так многого не знаем, что по большому счету говорить о том, что наука способна все как бы нам предсказать и вложить в какие-то разумные рамки, это очень большая самонадеянность, религиозное сознание нашим предкам позволяло понимать, что впереди твоей жизни всегда может в любой момент по воле богов, бога там или каких-то неба, как вот китайцы, всегда что-то может произойти. Ты должен быть от рождения до последнего часа, даже в глубокой старости, быть готов к тому, что случится катастрофа. и вот это вот осознание того, что ты смертен, что возможно в любой момент несчастье, которое от тебя не зависело, как тебе кажется, что возможно все вот перемены, они заставляли людей в общем-то быть к этим переменам, к этим вещам готовым. И если что-то начинало происходить, то в общем-то это была определенного рода психологическая такая защита. Как сейчас показывает умопыт, к сожалению, вот в так называемом европейском мире, в зоне европейской цивилизации, когда что-то начинает происходить, люди очень часто впадают в паническое состояние. Вот это, то есть как бы они не готовы к тому, что будет плохо. Вот это очень важный момент. Человек, который понимает, что плохо может быть в любой момент, он внутренне к этому готов. Даже если он не складывал себе чемоданчик, не запасал там эти самые веревочные лестницы, что в случае чего с ним спускаться с девятого этажа и прочие вещи. Нет, он внутренне готов, что вот сегодня хороший день, ну и слава богу, а какой будет вечер еще неизвестно. А вот мы поэтому и ужасаемся. Ах, боже мой, какой кошмар, там такие-то погодные условия. Если посмотреть хроники, а существуют хроники вот таких погодных условий, аномальных, ты, знаете, тогда читаешь и понимаешь, что тут, да, тут голод, тут наводнение, тут обвалы, тут сели, тут саранча налетела, тут еще что-то пришло. и вот это очень важный момент, что вся история человечества, по большому счету, скажем так, это история страдания и преодоления. Ну и достаточно вспомнить, боже мой, там пример о том, что Борис Годунов, династия Годуновых могла бы остаться на троне, если бы не три года неурожая, который вот за тем идеальный шторм наложилось на появление Лжедмитрия. И все восприняли ведь, ну что вот явился и вот то, что три года было до этого голода, это наказание Божье, что мы вот не тому монарху поклонялись. И вот это вот сложение вот этого домика, это привело к смутному времени, к циклу катастроф и к смене не так бы, может быть, Октябрьская революция смела бы династию Годуновых, а не Романовых, Строна, а так вот вдруг история повернулась. То есть, ну вот, три года не урожая, они очень сильно психологически надавили на население страны, которое действительно впало, ну вот, в голод. А я просто вот про то, чтобы быть готовыми к неожиданностям. Тасим Талеб вот с его черным лебедем, может быть, вот как раз пытается вот вернуть эту идею о том, что всегда есть какой-то вот черный лебедь, которого мы не знаем, не можем предсказать, и нужно быть готовыми к тому, что, ну вот в его этом философской вот парадигме, что это какое-то событие, которое мы всегда привыкаем строить график просто вот по восходящей линии, не принимая в расчет, что может в любой момент произойти что-то, что этот график переломит в ту или другую сторону. Разумеется, таких же примеров было достаточно много, что называется, развитие цивилизации шло разным путем. Вот можно, например, вот сейчас мы, огромная масса армия велосипедистов по всему миру, да, велосипед классический, мы все его знаем, там могут быть нюансы, но принципы, два колеса, руль, седло там, но ведь именно природная катастрофа, взрыв вулкана Табор в Индонезии привел к тому, что 15-16, 1815-16 год, это был год без лета, и второй год тоже был весьма фиговенький такой, и получалось, что овса не было для лошадей, и барону фон Дрезу, который отвечал там за почту, нужно было решить вопрос, как развозить бумаги, депеши в отсутствии лошадей, это была его идея создать, взять два колеса, сесть, отталкиваться, правда, ногами, но передним колесом рулить, и таким образом, что называется, перемещаться побыстрее, чем пешком или бегом, да, с меньшими затратами, вот, но все-таки как раз без лошади, и вот эта-то идея, ведь мы сейчас забываем, что в свое время велосипед-то как раз и продвигали и рекламировали, как возможность резко сократить расходы на овес, да, потому что, вот, забываем, вы знаете, вот смотрят люди, когда ездят в Финляндию, да, из того же самого, что от нас, удивляются, почему дорога Петербург-Хельсинки идет каким-то странной кочергой, она уходит к городу, уходит на север, примерно 100 километров от берега моря, а потом резко заворачивает к Хельсинке, и вот это вот, такое вот странное расположение железной дороги, это как, например, бы, если бы дорога от, железная дорога, ну, условно говоря, возьмите, от Риги до Долговпилса, ни с того, ни с сего, бы, почему-то бы прокладывалась бы через, ну, например, через Елгову, А другой бы не было. Это же была история, якобы, палец приложенный, когда чертил, обогнул палец, дескать, перо, и вот появилась вот эта вот дуга. А вот в нашем случае как раз никакой шутки-то и нет. Дело все в том, что в 70-е, начале 70-х годов 19-го века, опять-таки, из-за тяжелых погодных условий в Финляндии был голод, очень сильный голод. И если в прибрежные районы страны можно было, она же тогда была частью Российской империи, и если в прибрежные районы страны можно было прийти с кораблем, с грузом пшеницы, а пшеница была, на юге империи был урожай, вот в чем интересно было, можно было прийти и разгрузить, то дорог вглубь страны не было, и поэтому спешно строили железную дорогу, чтобы как раз завозить зерно вглубь страны. Не ставилась задача ставить железную дорогу вдоль моря. То есть, это мне рассказывали давно еще в Финляндии историки, которые говорили о том, что зачастую мы не совсем понимаем действия наших предков, не принимая во внимание очень такие факторы, как, например, погодные условия, климатические условия того времени, условия со снабжением, с питанием. Это очень важная вещь. У нас последние, как говорится, несколько десятилетий было более-менее таких тихие и хорошие, в этом плане, не было сильных катастроф, вот что называется, расслабились. А сейчас вот возьмем Индию, то, что происходит в Индии и в Пакистане, это же только еще, как говорят специалисты, цветочки, зона жары распространится и на Ближний Восток. А что это означает? Это означает, что потребуется огромное количество энергии, будет очень большой спрос на топливо, потому что его нужно будет спалить для того, чтобы задействовать огромное количество кондиционера. То есть начинается такая цепочка, одно тянет за собой, другое. И об этом, к этому тоже надо быть готовым. Но об этом, наверное, мы уже будем говорить в следующих программах. Конечно. Климат-контроль, Константин Рангс, журналист, ученый, морской геолог был с нами на прямой связи. Спасибо большое, Константин. И до следующей пятницы. Всего доброго. Всего вам доброго. Радио Болткома.